Перед просмотром этого видео обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Обязательно оставьте комментарий, напишите из какого вы города и поставьте палец вверх. Приятного просмотра! Дома, там дальше трещины и это будет везде. Я так понимаю, это на капитальный ремонт отложили? Наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте по вопросу, жители. Николай, Николай, давайте повторим. Еще раз повторяю, выпустите меня. Почему? Почему? Почему ее у вас есть? Вы ищете выход, знаете, как это? Загнанная лошадь, или как это называется? Что вы прячете? Навалились дружно, привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну, давай, давай, толкайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, подожди. Почему вы так дозреете? Вы людей не за людей считаете. Люди, обратите внимание, это директор управляющей компании, который собирает деньги, не осуществляет за эти деньги никакого ремонта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В составе я акты. Вот. Я тратила с феврали месяца, вот до конца, до начала июля ничего не делалось. Вот только сейчас они поставили акты, и все, больше ничего не делают. Все это я тряпил. Хотя, видите, как управляющий компании сказал, если не сделают стену, стена взорвется у него после зимы. Сам дробищик, когда увидел это, вот, этот Артур, который с вами, Руслан Билкин, который сейчас с вами ходит, он даже нашел нашу комнату, он сразу спотнил за силикон и все фотографировал. Ну, он и сейчас спросил, Руслан. А они уже на выдохли, да? Руслан Билкин, что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, 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 нет. Вот. Я, наверное, у вас внизу подорстук, а они, конечно, на меня все, друзья. Ну, у меня, смотрите, я не знаю, я потолки натянул. Мне кажется, понятно, что на потолках натяжки шел, чтобы натянул внизу назад. Сейчас, сейчас, вот, тепло тоже, вот. Вот, где тепло, позабрелись. Переделывание. Третий? Третий, да. Два года назад латки. И как вот он собирался, так и собирает. Сейчас течет, да, можно посмотреть. Ну, вот, сейчас, наверное, течет, но просто под литерным потолком. Ну, и там опустить можно дальше, но так то, что, эти, как, латки там не ставили. Так только два года назад. Но, когда ты 19 метров собрал, когда тебя зашел на статиками бегуешь? Ты не знаю, здесь. Тайвен, да, сюда. Как раз, когда снег сытается, это уже что происходит. Мы здесь квартиры снега нет. У меня у вас не уходит. Вот, ну, есть чуму. Да, постоянно выросли, вы видите, конечно. У меня остался длинный дожды. Дерной, вот он. Дерной. И что, вот, если снимать, то есть его разорвало. Я тут все закрываю, пытаюсь, вот тут провалом, как разливали, естественно. Вот здесь вот все под окном, вот оно, окно погуляет. Здесь вот собираются лужи. Если на него посмотреть внимательно, то он весь в растяжку. Сейчас мокрые следы, зайдите, у вас есть? Вот, окно, вот посмотрите, внутри окна. А что внутри окна? Вода шла, протекала так, что у меня внутри окна. То есть внутри пакета уже стекло, пластики. Может, окна некачественные есть? Окна качественные. Отлично. Окна некачественные. Окна вообще-то качественные. Они же не деревянные. У меня, например, ничего не затекает, а крыша, в общем, даже там же ничего. Ну, у меня это было, ничего не затекало, а до поры, до поры, я видел. О, тут у вас все шутки. О, вот он. Коридор, полный свет. Мне сейчас интересуют мокрые следы. Сейчас не знаю. Сейчас, сейчас вроде. Вроде нет. Ну, сейчас не поймешь. Вот в ванной, типа того, что у меня вся пыль не пошла, гуляет. Просто я сейчас уже загребил, потому что, ну, страшно, когда рухнет. Вот сейчас забрали. Как это происходит? А сделать это не нужно? А, ну, вот сейчас, я не знаю, помо она? Вот у нее и тоже текло. Вот только недавно, прям вот, недавно текло у нее. Сейчас не знаю, протекло, ты тебе позвонил. А у нее как раз вот на кухне текло вот этот угол. Кухня ее. Ну, вы же видите, они к моему приходу практически весь кормят. Сейчас везде, где требовался ремонт, перейдем. Ну, это месяц-два временно, для зимы. Я так думаю, что если бы удала погоду, они бы, наверное... Это до зимы. А весной тут опять все начнется. Это жилищный инспекция. Здрасте. Здравствуйте. Вот дожди были, текло? Ну, дожди, когда были? Дожди-то вот только пошли. Два дня идут. Надо смотреть. Ну, нет, мама. Порталите. А сейчас как раз грибы полили, получается. Сейчас снова раздождение. А когда текло последний раз? Ну, текло с ноября по... Ну, то есть зимой, в зимний период, я так понимаю, да? Да, да. В управляющую компанию обращались по поводу возмещения ущерба? По этого года нет еще. Нет. Ну, обратитесь, и вам возместят ущерб. Ну, это не решение вопроса для меня. Я уже в том году как бы возмещал ущерб. Но от этого жизнь-то как бы не улучшает свою поюзь. Здесь, получается, что у нас? Давай, Горяк. Давай чуть попозже. А надо квартиру... Я не на экране, а спросился. Здравствуйте, товарищ, компания спросил. Я работаю уже в компании. Я в список. Я оставил уже в доме. А я вам скажу, где должны здесь. У нас квартир нарядами большие. У нас больше всего в зале. Какой? Третий подъезд? Нет, четвертый. Четвертый подъезд, да? Да, четвертый. Шестьдесят трейд. Шестьдесят трейд. Вы должны у нас за ремонт, что я заводился с квартирами. А вот, хотя, на Геннаде, нужно много заявлений делать. Две ремонты. Нет. После ямочного ремонта у нас не бывает проблем. У нас появляются проблемы, когда... Снег. Появляется снег. И когда начинается похолодание, плюс-минус, тогда весь ямочный ремонт перестает работать. И мы опять переходим в фазу месяцев на шесть с рыбьем и платьем. Квартира. Ну, мы не за ремонт. Они никакие акции не подписаны. Ну, нет. Ну, вы-то должны информировать меня над какими квартирами я сделала? Ладно, что ты делала. Ну, делаем на лиде шесть месяцев. Я уже... По акту. У меня история первого года. Семь лет она здесь. Я уже четырех управляющих пережил для скачения. Четырнадцать квартир. Это... Где вы делаете, написанное ремонт? Вот они. Пятнадцать, семнадцать, двадцать четыре, тридцать три, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, шестьдесят два, шестьдесят три, семьдесят семь, сто пять, сто семь, сто двадцать пять. Сейчас стоя протекает на квартире, потолке? Ну, вот мы прошли. Ну, вот протекает. Вот заметьте, шесть лет это делается. Мы еще один раз у меня каждый год, что-то уже за сегодня ямочный. Он возьмет пациента, мы будем наделывать, вы видели. И вот так, да, все документы, мы там будем наделывать. А где счеток будет притечет? Это второй подъезд. Второй подъезд. Там нужно устранить, посмотреть по всем счеткам. Мастер же дал команду. То есть нужно проверить, где-то просто сейчас не течет, а потом притечет. Стоп, еще третий подъезд, шестая квартира, вот у кого мы были, у Вани. Вот, недавно у него текло, я сказал, и Владыч, что ремонт там прошел, но он два года назад как прошел, как ваш мастер сказал. Сорок шестая квартира, третий подъезд. Какой мы сейчас поднимались к этому молодому человеку? А когда вы делали, Ольга Николаевна? Я объясняю, что вот только недавно я к нему заходил, и он с газиком выливал воду. Две недели назад. Там две недели назад не делался над этой квартирой. Там это старый латочный ремонт, он свежий латочный ремонт, но я как мастер сказал, два года назад сделали. В этой две недели назад не делали. На сегодняшний день нет мокрых следов залития. Нет, самое главное интересует, чтобы, значит, первое, поддерживали, значит, в состоянии в таком, чтобы нигде не текло. Как вы это сделаете, это как бы ваши проблемы. Главное, чтобы, значит, жители это никак не беспокоили. Вот в этом, то есть на контроле держать этот дом, там, все эти квартиры, все эти черты, невозможно может подключить. Ну вот, смотри, это дверь дверьма. Почему дверь четвертый, а у нас четыре, третий дверь выпускает. Что, посчитали, ему может много ставиться. А у нас там арху не подчекаешь. А теперь, что у бога. А теперь, делаем закон. Воспорты, по-моему, западу, по-моему, западу. Да все, может, заайт. Как того, блин, если вообще никого не знает. Не собрали бы ничего, не было. Просто представлять, дайте мне здесь. А вы это, кто написали? Сейчас я вранитуру баловую, она у нас все знает. Просто вся проблема в том, что нет старшего по дому, председателя, так скажем, поэтому такие ситуации происходят. Нужно обязательно нет старшего по дому, с собранием все решать. Проверяющая компания в этом плане должна как раз помогать, потому что есть специальный отдел, человек, который в этом плане... Так, в итоге, я так понимаю, у нас подальвется пищевол политических подъездов. Такая ладочная ремонт, хорошо, у них хорошая стена. И так же я просто третий подъезд говорю, сейчас он не рьется, а завтра уже рвется. Хорошо у них ваш ремонт, два года назад. Потому что у вас что, у ремонта, толку никакого нет. Глядите, какой подвал, тут дырка, идите, глядите. Там вот такая дырка, и вот так вы пойдете. Понять, извините, выражение дерьмом. О, там поставили пластиковый, да, но не так, что они дальше пойдут рваться, потому что они полностью гнилые там. Ну понятно, так ремонтно. Они просто, да, ударить по ним, они развалятся. И вентиля там вообще, их вообще крутить нельзя. Они просто уже как с времен войны. А нужно какую-то обработку делать, там, если много насекомых там? Да, это делается. Это делается. Вот там необходимо заявку написать, чтобы обработали от насекомых, от этого всего. Потому что там ужас. Утечек пока нет, но трубы по-любому менять надо. Ну безусловно, это как ремонт, ребят, я вам уже говорю. Там вентилятор, да вот оно даже взять. Сто процентов надо менять все трубы. Там просто вентилятор такие, их просто крутить вообще нельзя. Вот это все надо с управляющей компанией заактировать. Может быть, фонд по ремонту. Ну, если управляющая поможет вам, мы заактируем. Ну, пока я помощь никакой не наблюдал. Я говорю, вот щиток и вода льется. Уже льется? Ну, вон льется, вон, на полосе сыра. Вот по щитку льется вода. А, да, вон капает, по проводам, вон. Да, 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 вон, видишь, по проводам. Да, 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 вон, видишь, по проводам. Да, вон, тут все. А, да. По проводам, что тебе, что, все замкнет-то? А у нас вот, у нас, это, мотрение. Стена уже просела, между прочим. И стена с той стороны дома тоже уже до кирпичей все ропнула. Снаружи. Ну, вот как вот текло, вот это вот в этом году все. Вот я обратилась в феврале месяце, в феврале месяце ничего не делала. Смотрите, стена просела уже. Все вывалилось. Последний этаж, да? Да, пятый этаж, а вот там штукатурка вся отварилась с улицы. Вон, видите. Я вам покажу. Вон, все вывалилось. Давайте сейчас. Сейчас, Сереж, помоги мне вот это вот снять, чтобы она сфотографировала. Нет. А, а. Да, а то, может, лучше бы с улицы сфотографировать. Ну, вот, видите, все отварилось. Это на две квартиры, на ту и на эту. Вот где мы были, последний. Все абсолютно. Если что, вот я говорю, удалось избавиться от плесени, потому что... Понятно. Заявление по поводу чего? По поводу возмещения... По поводу залития, составления акта, все это есть. Не составляли? Составляли. А что, не составили 12,5 тысяч? Вот. За... Ну, да. Это уже третий понедельник, который ведется, и каких-то движений вообще... Лично я, сам лично с работы хожу, проверяю, я не видел. И все... Вот этих движений, поэтому... А вот где-то еще, у вас здесь еще где-то, да, по-моему? А вот еще там вот заливал. Да, там... По сравнению с этим, да? Да, по сравнению... Самое главное сейчас... Еще и страшно, что щиток... Так, вот сами себе крыли. Там щиток, вилка, по проводам течет. По проводам течет все. Вот что-нибудь делать страшное. А так вот, ни капли, ни капли, вот... Да, ни капли, ни капли. Да, ни капли. Вот, мокрые провода. Вот, вот капли. И все льется, куток. Главное, по проводам фиксирует весь подъезд будет. Без электричества. А вот и бабушки, через стенку только на свет наберут. Но здесь он не течет, а перед ней текло. Здесь заделали, но оно текло, в виде крыши вся просела. Она просела крышу уже. Вот, вот здесь, где вы как-то стоите? Прямо над вашей головой. Она провисшая крыша. Вот, потому что вот, козырьки вот там протекают. Прошу, вот, вот. А голову упадут. Вот, третьего подъезда, тут еще какие-то ступеньки. Третьего вообще стоять невозможно, бабушки спотыкаются. Ну, козырек обещали сделать, прислали, понимал. Как раз подъезд, да? На третий подъезд. Пока ответов по вот этому не было ответа. Ждем. Не поручни, тут здесь вообще, конечно, это порнография. Во-первых, небезопасно это все. А у вас в плане работы-то есть? В плане козырьков, да. А поручни, ступеньки, они вообще, посмотрите, дети поубиваются, старые люди. Когда они изначально не стояли, как бы мы не обязаны их стоять. Не, ну как это, это если, допустим, валить какой-то там, вот так. Не, посмотрите, если это должен в ближайшем виде безопасно, прежде всего. Это небезопасно. Согласно? Я тебе еще раз говорю, что ступеньки там мы подремонтируем, там, все, что это делаем. Ну, самое главное, чтобы это было просто, ну, сам видишь, я понимаю, что вы люди подневольные. И вы за все, как бы, все собак на вас пускают. Но, тем не менее, это надо сделать. С него так просто никто не, это, не слезет. С Баркина пойдет. Так, по импортной поездке я писал, что на два времени осталось одну лечебель для ремонта. Крышки чут, проходите. Ну, еще в данный момент она может не потечь. Сейчас вот тут вот. Я объясню. Я. Владимир, ты замораживаешь. Тоже на улице. Вот у нас прям оттуда она и на улице даже, и проходит ты сюда. Ну, это, сейчас там сын вроде бы Иван там подделали, там в комнате не течет. А то текло люстра, все, как говорится. Ну, это вот сам, когда снег тает, а не когда дожди сильные. Вот. И дожди сильные. Нет, ну, здесь не сделано кровлю, все в трещинах, о чем вы говорите. Здесь будет течь всегда. Сергей, а щиток так не течет? Нет, здесь щиток не течет. Андрей, ты дома нет? А здесь Люба. Подожди, тюка. Ходит. Андрей! Он ходит. Андрей! Тетя Зина, выйди на минутку, Андрей! Это соседка тетя Зина. Андрей, у тебя течет там? Нет? Здравствуй. Течет там? Нет? Ходит, коры. Инспекция. Инспекция. Я писал заявление, было зимой. Приходило, писал. И у меня заявление там лежит. И вот, и у этой тоже течет. Да все течет. Так, что, ну там, сначала в одном, в двух местах, а потом практически там со всего потолка, ну, сразу. Ой, а у нас что было? Инспекция была критическая в этот момент. Это. Это, что снег преградил падать? Сын тоже вызывал тогда, это самое, телевидение. Ну, надо ремонтировать, ребята. Ну, посмотрите. А теперь делается. Это в Москве такого дома нет. А наш дом вообще заброшен. Ну, с 74-го года, мои хорошие. А где квартира? А что 25-го? А сейчас, наше 127-е. И вы посмотрите, вот выйдете на улицу, и вот на кухонное окошко, там прям, оно вот так вот, с улицы почему-то. Молодой человек. Вот посмотрите, вы с этим. Посмотри, посмотри. Вот, там лопнутая стена, стена лопнутая. И вот, технический паспорт дома, что осталось там, кости, да, и такие бумаги нам присылали с прокуратуры оттуда, оттуда. Девушки, посмотрите, пожалуйста. Это тут уже сами, по-моему, они фасад сделали. Дорогие друзья, ювелирный дом Сердолик за соблюдение правил дорожного движения и поддерживает наше направление выявления пьяных водителей за рулем. Если вы планируете в ближайшее время совершать покупки ювелирных изделий, то вы можете их совершить в любом удобном магазине для вас. Весь список магазинов вы найдете в описании к этому видео. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Обязательно оставьте комментарий, напишите, из какого вы города. И поставьте палец вверх. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дорожный контроль, да мокло в меч, нож колокольный взвод. Время ответить за должностное преступление. Ты думал, что тебя спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то ютуб смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. И отпишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. Стонированным стеклом и переградом непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль, на страшах города громкий мы ведем. Воронеж будет чистый, это наша...